Обновленное здание, современное оборудование и светлые палаты. Родильный дом номер 2 на проспекте генерала Острякова готов принять первых рожениц. Документы для открытия получены, оборудование подключено. 245 медработников готовы вернуться к работе в родных стенах. Хотя были определенные сложности, мы очень тщательно все тут доделывали, приводили в порядок, устраняли ошибки проектные. И сегодня, в общем-то, можно сказать, что результат устраивает. Он такой максимальный, который можно было получить из здания, которое было построено в прошлом веке. Тем не менее, сегодня мы получили современный, комфортабельный родильный дом. Причем после капитального ремонта и оснащения современным оборудованием он повысил свой уровень. Если раньше это был роддом второго уровня, сегодня это роддом третьего уровня. Сложности с обновлением роддома действительно были. Напомним, его закрыли на капитальный ремонт еще в конце 2019 года. Справиться городские власти обещали за год-полтора, но обновление затянулось. Как это часто бывает, пришлось на ходу исправлять и доделывать проектную документацию. Тем не менее, работы уже завершены. Преобразились отделения патологии беременных, рассчитанное на 38 коек, приемное и послеродовое, где могут находиться 68 женщин с малышами. Одновременно принимать роды здесь могут в 13 помещениях. Кроме того, здесь появилось реанимационное отделение для взрослых и маленьких пациентов. В реанимации оборудования, это, конечно, кувезы, это, конечно, аппараты искусственной вентиляции с различными режимами. Это новейшее оборудование, очень качественное, которое позволит, конечно, оказывать помощь ребятишкам, которые есть экстремально низкая масса тела. И низкая масса тела так у нас. Поэтому детки, которые до 500 грамм рожают, получается, ну, бывает такое, да, все понятно, что такие случаи у нас тоже есть. Поэтому это оборудование как раз позволит работать именно с такой категорией малышей, которые родились раньше времени. Однако рассчитывать на то, что в Севастополе спустя два года будут полноценно работать сразу два роддома, все-таки не стоит. По словам губернатора Михаила Развожаева, после открытия медучреждения на проспекте генерала Острякова роддом в районе бухты Стрелецкой будет зарезервирован для зараженных коронавирусом рожениц. Сейчас у нас вот пока еще есть, да, там, ковидный период. Вот возможность того, что мы открыли, это полноценно второй роддом, ну, позволяет, условно говоря, зарезервировать теперь первый роддом, да, в том числе, допустим, для случаев, когда, значит, беременная женщина заболевает тем же самым ковидом и требуется отдельная изоляция, да. Сейчас коллеги мои по департаменту здравоохранения, значит, и специалисты наши, ну, вот, думают, как сделать правильную логистику. Поэтому, как только, вот, в общем-то, такая потребность в таком резервировании отдельных мест, да, отпадет, сразу же приступим к ремонту. По словам губернатора, мощностей одного роддельного дома в быстрорастущем городе должно хватить. Кроме того, Михаил Развожаев осмотрел новую подстанцию скорой медицинской помощи, возведенную около больничного комплекса. Прой помощи сегодня получаем, значит, так называемый ЗОС, то есть документы о завершении объекта строительством. И в течение там одного-двух дней будет выдана уже отвода в эксплуатацию. Сейчас можем туда пройти посмотреть. У нас там уже сейчас наши врачи скорой помощи, собственно, завершают переезд. Там тоже уже все готово, отмыто, расставлено оборудование. Вот буквально все. По словам Михаила Развожаева, все необходимые бумаги для открытия подстанции скорой помощи будут оформлены до конца этой недели. После чего медучреждение начнет работать в полную силу. Екатерина Костинникова, Севинформбюро.